Господи Иисусе Христос, Сын Божий, помилуй нас! Ну, как видно на экране, сегодня 23 декабря 2015 года. Ну, попросили меня, чтобы тему особую открыть. Вот она, как теперь называется. Вопросы, пожелания, события дня. Задавайте вопросы. 23 декабря. Вот, прошлое воскресенье, Колесникова Николая Иоанна, я их не знаю, где живут, что. Но говорят, откройте такую тему, нам очень интересно. Мы не знаем, как пользоваться. Вот хотя бы один такой ролик, и мы уже посмотрим его. Вот они 10 дней назад сказали, уже 11-й ролик мы ставим. И при том мы ничего не выдумываем. Просто мы берем часть почты, часть, потому что все нельзя. Вот сейчас у нас такая ситуация. Я сравниваю всегда это так вот. На зиму в спячку готовятся змеи, а не в клубок. Скатываются где-то. И, ну, понятно, что они уже ничего не могут делать. Им нужна температура. Но к зиме они тоже готовятся, сползаются. Что интересно, в народе какое мнение? Вот праздник воздвижения честного житворящего креста никто не знал. У нас отец только один знал. И он говорил, сдвижение, это означает зима близко. Вся тварь сдвигается по норам. Там ежики и прочее. Все только к сельскому хозяйству было привязано. Покров эта земля снегом покроется. И никому непонятно это, не стыдно. А народ невежда, тупой в законе. А кто их сделал? Не вы ли разлюбезные батюшки? И вот сейчас такое впечатление нападает. А вот там, где Ларион сказал, он не ваш... Не верующие совершенно любят. Я называю патриаршая кодла. То есть они по одному не могут никак заглядывать. А как скажет патриарх, а как скажет епископ. То есть в Бога-то не верят. Это зима и организация. И вот сейчас они со всех сторон нападают. И вот тема я выставляю, это как факел. В змеющих, когда на зиму ложатся змеи. Вот в это скопище змей толкнул. Жалят со всех сторон. Но ничего нет. Они не могут, потому что жалить надо в питу. А пита закрыта. Пита это то, что соприкасается... Ну, когда наступаем первое. Первое. С чем мы соприкасаемся? Они этого не берут. Не видят. Они земные, как гады, ползут. Почему? Иоанн Креститель увидел первым словом. По рождению Ехидин, это змеи. И Христос говорит, змеи. Змеи, там говорит. Вот как. И даже сам сатана видит змеи. Это змеюшник патриарший. Расшевелили. И это хорошо. Это сонное царство. Все-таки начали шевелиться. Некоторые... Вот я начинаю задумываться. Чем больше они будут сейчас здесь испускать яду, тем народ больше будет задумываться. Теперь поясняю. На других ресурсах. Там ВКонтакте, Одноклассниках, в Твиттере. Я даже открыл этот мне Facebook. Он мне страшно не понравился. Я сразу отошел. Но у меня открытые страницы везде. Но модераторы оттуда перетаскивают. Ко мне на форум. А потом я отвечаю, они перекидывают. Теперь по-другому будет. Каждый заходите на наш форум. Форум. Просто в Яндексе заведите форум Игнатия Лапкина. По-русски. И вы уже в Google заведите. Дальше. Вопросы, передаваемые мне из ВКонтакте, Одноклассников, из других ресурсов, администраторами и модераторами на наш форум. А потом возвращаемые ответы к вопрошателям, теперь видны на нашем видеоканале. Видеоканал, тоже как он называется? Во свете Библии открытым оком. Просто зарядите. И в какой теме будет? Теме вопросы, пожелания, события дня. Задавайте вопросы. Месяц и все ставится. И вот мы сейчас посмотрим, вот написано два часа назад, ну тут понятно, что такое. Вот пишет, считай. Михаил Кальмаев. Никакой свободы, патриарх... Никакой свободы. Патриарх правит жесткой рукой. Все несогласны с его политикой, вышвыриваются вон. И в основном это люди неравнодушные, осмелившиеся открыто высказать свое несогласное с линии партии мнения. Только таких смелых единицы. А для остальных лишь бы сохраниться. Никто не думает о спасении души. Удивительно. Но это не главная забота пастыря, оказывается. В воле редактора ЖП... ЖМП, журнал Московской Патриархии. Чапнина вот за эту статью. Потому что не согласовал с патриархом. Вот он не свое пишет, а берет где-то отзывы и все перепечатывает. Михаил-то он просто берет тексты и дает. Но я посмотрю еще, не успел посмотреть. Я сегодня задумался немного. Мы всегда вставали в одно время. И в лагере, и в деревне. В одном месте живем. В 4.40. В 4.40. Я не знаю объяснимо, чем это объяснить. Что ни в 5, ни в 6. Ни в 4. Меня спрашивают, ответить не могу. Я внутром почувствовал. В 4.40. И вдруг я считаю. Ну, моя мать Терезу, вы все знаете. У нее вставали в 4.40. И никто не объяснял. По всему миру раскинутые общины все в 4.40. Потом лежу, в другом месте написано 4.40. Я понял, что это какое-то знаковое время. Это Бог так делает. И вдруг вот приехали, когда мы из Потеряевки. У меня график изменился. Никогда не менялся. Я точно вставал. Прям до минуты, а до секунды почти. Когда в тюрьме был. Как кто-то меня втолкнет в бок. Поднимаюсь. Охранники смотрят в глазок. И говорят, вот поверьте. Лежит не шевелится. Сейчас поднимется. А там нищесов нет. И свет все время горит. Все. Ангел. Ангел Господь. А эти-то, которые змеи, порождение, патриаршие-то, и хидны-то, они ничего не знают этого. Они ни одного шага не могут сделать, чтобы их кто-то не поддерживал. А по одному они не могут выйти, у него ничего нет. Он сразу запутается. Я скажу, ну ты доволен, что вот эта масса хлюпает? И на 300 человек исследование показывает. 300. Только один что-то знает. Это не просто брак. Это полный развал. Жижа болотная. Вот почему я и сказал, как мы относимся к этому. Совершенно не мирские люди. Обмерщенные, публичные, под названием патриарши церкви. И вы считаете благодатной. Вот за что меня больше любит. Да как я может считать эту развратницу, жену на багряном змее сидящую? Как вы можете считать благодатной? Ну, во-первых, жена на багряном змее, хотя все сходится на церковь, это не церковь. Это город. Толкование. Это все сектанты говорят. Я так не говорю. Но я знаю, здесь можно трудиться. Трудиться и видеть плоды. Я это вижу. Дальше. Вот, две цитаты из того, о чем начал говорить этот бывший уже редактор ЖМП. Ну, что он там говорит? Дальше. Выдержка. И священники, и епископы отказываются от сотрудничества даже с официальным церковным журналом. Это что говорит, видимо, вот здесь написано. Я не знаю, надо посмотреть. Потому что боятся говорить. Они уже видели, что происходит с теми, кто сказал что-то не то. Дальше. Доклад в московском центре Карнеги. 9 декабря 2015 года. К 2015 году русская православная церковь в целом оказалась в ситуации нового молчания. В публичном пространстве звучит фактически только один голос. Это голос патриарха Кирилла. Все остальные преимущественно молчат, не позволяют себе развернутых высказываний. Только краткие комментарии по отдельным, всегда очень конкретным поводам. Ну и нормально это. Вот сами. Ну нападите на патриарха, скажи, что ты делаешь-то. Ты дух святой оскорбляешь. Так это не Игнатий Лапкин. Да у него какая обширная аудитория-то. Ну и голос-то не слышно. То есть голос совести заглушен. Вот это я прочитал еще в начале перестройки. Там какое-то было журналистское собрание. И американская журналистка спросила, а почему вы об этом не написали? Вам цензуры не разрешают? Цензура? Она говорит, у нас цензуры нету. Да дело-то не в цензуре. Дело оно внутри. Вы же советские, вы же знаете, что пропустят, не пропустят. И вы заранее сами вычеркиваете, чтобы не попасть в черный список. И ваши статьи проходили. Вот самое-то страшное. Внешнего давления не надо. Люди переделывают. Называется манкурты. Это буранный полустанок. Чингиз Айтматов ввел. Когда мозгов нет, прорастает у него шапочка. Это отдельно. Ну, зарядите слово манкурты. Откуда происходит? Это патриаршие манкурты. Их искусственно сделали. Они ничего не понимают. И усиленно на этом стоят. Вот примеры. Мы каждое воскресенье после литургии на нескольких машинах выезжаем в соседнее село. Ну, иногда стали заезжать за несколько сот километров. И надо вернуться еще сюда, обойти все село. С разных концов мы начинаем его как бы стягивать в каждый дом. Заходим, приглашаем в дом культуры или там на стадион. Вот в три часа дня приходите. Дарим им Евангелие. А кто придет, Новый Завет получит бесплатно. Бесплатно. И оказалось, что на тысячу человек мы нашли только одно Евангелие. А все православные? Нету. Даже сегодня нету Евангелия. Совершенно нету. Ну, одна бабушка. У меня есть Евангелие. Ну, Библия есть даже. Я говорю, ну, покажи. Это Нина Жолнирова. Покажи. Она выносит сонник. Сон. А что вы даете? Евангелие. Да, я думал, поминальники. Отец Роман нам скажет, что надо. Отец Роман скажет. У нас ролики есть, как Игнатий Тихонович. Уезжайте отсюда. Уезжайте. Возле церкви собрался народ. И они преследуют. Они давят. Они не любят, когда свет проникает к ним в этот змеюшник. Вот и все. Нету ничего. Пустое место. А то внешний антураж встречается. Ничего евангельского-то нету. И люди, которые нападают, они тоже этого не знают. Вот мы идем по деревне. Ну, народ принимает. Да где вы были, да дождик начался. Ну, у меня какое одеяние-то. Вот я надену получше маленько-то. У меня все златано-перелатано. Ну, как говорится, под бомжа играет человек. Это мое праздничное. Мужчина, подождите маленько. Выходит такой прекрасный костюм выносит. Ну, возьмите, пожалуйста. Я вижу, у вас бедность такая. Другие приглашают пообедать. Иные выходят, деньги суют. Понимаете, в народе сколько доброты. Ну, вот начинают спрашивать. А мы всегда говорим, мы из Потеряевки, Мамотовский район, православные христиане. Сегодня собираетесь здесь. И хорошо, когда священник. Там есть такие случаи, были, знаете. Так священник везде оповещает, посылает своих людей. Они собирают людей. Говорить нельзя. Священника сразу свои патриаршие сожрут. Это волчатник. Как я их называю? Кодло-патриаршие. Под своего священника настоятеля мгновенно сбросят. Вот уже недавно случай-то и кобыл. В какой епархии уж не буду говорить. Ему возврата уже туда не будет. И преследуют, а его нет. И давят, и давят. И там всегда найдутся разные люди под разными фамилиями, именами. Эти в кавычках Дулевича, Петровых и каких там называют. Их море. Дудин, Искуратовских и Самсоновых. Море. Из этого вся патриархия состоит. Вот что и называют кодлой. То есть сброд, когда где-то течкует собака, волчица, и за ней они... Откуда они друг друга знают? Три собаки, а вдруг ходят сразу. Вязанка. Восемнадцать кобелей за одной. Что это знают? Почувствовали запах. Им нужно с кем-то где-то. И вот они сейчас бросаются. Пусто. Змей жалит в питу. А вы пяты не находите. Она обутая. Обуйте ноги в благовестие. Готовность благовествовать. Вы не можете ужалить того, кто благовествует. Не можете. А этот будет, семя жены будет поражать вас в голову, змеи. В голову. А в голову что? То есть по мозгам, которые отшибают, когда мокрой рукой задевают, и крещению уже нельзя вас допустить. Вы вдумайтесь, что делается. С великой натяжкой сегодня православие признают за церковь. А везде секта, секта, МП, а патриархи... Я не знаю, эфир переполнен, сколько всякое написано. Негатив. И доказано все. И о церкви. Вам никогда не проглотить Невзорова, Александра Глебовича. Со стерлингом не поправьтесь, с Кощитковым. Есть люди, которые понимают. А вы что за них? Ну не за них. У меня есть мнение основное на Библии. Они не по Библии говорят. Но прислушаться можно. И вот чем ближе мы к храму подходим, тем больше настороженность. И наконец, совсем. А что вы? Откуда? Я вышел и говорю, а тут что? Почему-то люди не принимают. Как почему тут церковь? Церковь? Чем ближе к церкви, как особо говорят аура. Это не наше слово. Отталкивание. То есть это противоположное. Наконец бабушка одна. А кто вы такие? Да кого вы учите? Я столько лет уже в храме, я на клиросе стою. Дошли, мужчина один выходит, здоровый, крепкий. Рядом девочка стоит. Ну просто дуб. Так. А кто вам разрешил? Кто благословил? Ну прямо агрессивно. Думаешь, кинется богатырь, это побьет. Мы сразу попятились, Евангелие пошли вы со своим Евангелем выгнал. Я у соседки спрашиваю, а кто это такой? Ой, что вы. Это батюшка. Он за это дело запрещенный. То есть он запрещенный, запился, но он в патриарше обойме. В любой момент можно ему только сказать, а то он пойдет на любое преступление, лишь бы его вернули к кормушке. Но уже нельзя, пьяным поднимает. Во дворе уже падает, просит на похмелку. У меня знакомый был со мной, юноша. Ну, сказали, священники поставим, когда с Игнатьем прекратишь связь. А он только из армии вернулся. Ну ладно, все. Дальше он начался с пьянкой и утонул в колодце. И все. Украина похоронила. Дальше что читаем? Михаил Кальмаев. Надо придерживаться той линии, которую вы обрисовали, Игнатий Тихонович. Сатана хочет смутить, поколебать веру. Вот и нашлись добровольцы такие, как Дудин, Скуратовский, Дулевич. Не спешить колебаться умом и не смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нам и посланного. Как хорошо вы показали. Нам, как на все смотреть надо. Это необычный взгляд, но единственный верный. Я как-то сразу успокоился. А Бог в этом все заключено. Будем молиться, и вы с отцом и Акимом достойный ответ дадите не нападающим, а друзьям. Нападающих только Господь может остановить, а друзьям нужна помощь словом, разъяснением. У Бога есть план. История общины на этом не закончится, а получит новое развитие. Может, для этого и все эти нападки нужны. Как понимают люди, они не этого ждали. Взяли Павла, заключили вузы. Вот это они знали, как взять заключить. А почему? Сталинско-бериевская патриархия по-другому не может. В нее влились все эти силы обновленчества. Красницкие, Веденские. Все там внутри осталось, под старым обрядом. И всех приняли потом обратно. И серьги там. Все они были обновленцами. Ну и что дальше? Ну дальше ничего не может быть. Они делают, как научились от своих родителей. Сталин и Берия по-другому не поступали. Им нужно только уничтожить. Вот я сейчас все приму, что они говорят. Все абсолютно. И успокоиться. Нет, им нужна кровь. Запах крови делает их бешеными. Но мы для них недосягаемые. Потому что у нас никакой защиты нет. К мирским мы не обращаемся. Они и в Ютуб. Закройте, отнимите, погасите, оштрафуйте. Ну даже считать страшно. Лютые волки, нещадящие стадо. Эти слова, Деяния 20-29, относятся только к священству. Только. К слову сказать, трясутся над иерархией, не понимая ее. У первой апостольской церкви пресвитеры и епископ имели одно и то же значение. То есть никакой иерархии это не было. Потом дальше уже начинают понимать. Я на этом стою. Где нет этой иерархии, нет церкви. Признаешь ты или не признаешь. А не том, что на тобой четыре епископа стоят. Сайт Кистине. Доброе утро. Вот это вот не нужно. Не надо. Вот это не нужно. Так. Александр Мариасов что пишет? Игнатий Тихонович, мир вам. Я увидел вас на мониторе, библейский поисковик. В ролике с Игорем из Белоруссии. Скажите, где возможно скачать его? Спасти Христос. Надежда. Ну а как? Вот ребенок подходит. К родителям. А что ты сделал? Там сломал. Там играли. Футболом ударили по люстре-то. Да мы не мы. Мы сами ходили. Она упала и прочее. Он не имеет дерзновения прямо отойти. Прячь. А если еще что-то больше прячется. Я помню, мы солому, сено, солому на крышу метали. А с трудом достал отец поросенка. Ну и выпустили его бегать. Он по снегу бегает. Ну я-то там вверху не знаю. Ну все закончили. Отец одной рукой подает. Он одна рука у нас был. Ну а я-то там мальчишка совсем в третьем классе или где-то там копню. Ну вот в деревне. Ну и когда кончилось, мне надо слазить. Ну я вилу-то и бросил вниз. А в это время поросенок выскочил. Ну он с кошонку снашу и был. Вот сидит такая кошка. И прямо вил я ему в спину. Как он завизжал. Ну отец-то увидал, что. Ну представь, сколько он копил денег и поросенка нет. Я перепугался. Скорее в избу разделся и на палате лег спать. То есть дерзновения нет уже. С отцом мы разговаривали веселый. Он рассказывает что-то. И вдруг у меня все исчезло. Я побежал. Я представил, как надеялись, как поросята будет. Ну все это как было. И ничего вдруг нет. Отец зашел в избу. Видимо мрачный, что-то там разговаривает. А у нас одевались не простыни, а шкуры выделанные, шитые. И одеяло шкуры сразу там шестерых залезли под него. Ребятишек-то было десять. Мать говорит, не трожь, он лег спать уже. А то напугаешь ребенка. И отец вышел. Вот вам ответ. Я на практике знаю. Не имеем дерзновения прямо молиться. А как я буду просить, когда... Ты сначала исправь. Положи жертвеннику. То, что с кем-то не примирился. Это Божье условие. Совесть осуждает тебя, да? Осуждает. Я поступил неправильно, сказал неправильно. Ну попроси прощения, сходи. А потом молитву эту жертву свою возьмешь и принесешь. Вот так. Юрий Соболев. Благодарю за материал и наставление, Игнатий Тихонович. Слово сказать, вот это она. Только что познакомились. Надежда. Сегодня ей посылают книги. Книги «Новый завет». Дай-ка сюда его покажи. Некоторые не видели. Каждый раз я показываю. Повторяю. Такой «Новый завет» с толкованием. За 2000 лет первый раз изданный. За 2000. Ни в Западной, ни в Восточной церкви не было. А чем он отличается? То, что здесь. Это три тома по 752 страниц. Вот они какие-то закладки. 240 иллюстраций картин. Вот оно как выглядит. Вот эти книги видели в библиотеке Путина. Это у него патриарха есть. Вот. А почему? Чем? То, что по благословению, это все тут епископа. Это второе издание вышло. Какие удивительные картины Густава Доре. Мы их раскрасили. Я каждый раз показываю. И вот она их выписывает. Книги эти. Ну, какой порядок кому надо. Вот они. Впервые мы раскрасили. Видите, мы на месте никогда не сидим. Целые несколько человек работали около года или больше. Тут подписано, какое местописание, откуда взят. И других. Вот как. Сегодня книги к ней уходят. Сегодня. Уже адрес передал кому надо. Специально люди, которые отправляют, идут на почту. Стоят. Это все перед Богом. За это ни копейки нигде не берем. Дальше. Алексей Коранов. Организации могут быть маленькими, средними и большими. Истинность той или иной церковной организации познается из сохранения верности Духу Христову. В общем, пути и направления данной церковной организации. Но чтобы стать членом церкви, каждый должен в своей личной жизни приобрести и сохранить эту верность Духу Христову. Может быть, Христос не создавал никакой церковной организации? Он, как Бог через свою крестную смерть, даровал миру дар божественной спасительной благодати, которая является предметом нашей веры в церковь. Но которые нападают, они нигде не говорят об этом, что благодать Божия, Христос умер за нас. Нет, им нужна кровь. Кровь. 40 киллеров. Вот сейчас 40 киллеров вокруг меня гуртуются, бегают. Вот я сравниваю, как факелом в змеюшник толкнул. Ну, успокойтесь. Время-то уходит. Страна стоит перед страшными испытаниями. Вам будет ни до меня, ни до себя. Одеяло будет коротко, говорит, чтобы протянуться и завернуться в него. Пророк говорит. Это пророческие слова, которые не я говорю. Я уже беру из других источников. И так понятно, что с нами делается. Дальше. Вот эту-то божественную спасительную благодать в сердцах тех, кто будет бороться за чистоту своих чувств и в этой борьбе их приносить Богу. Дух сокрушенный и смиренный в рта ада не одолеют. Матфея 16, 18. Вот они об этом и говорят. Что такое? А церкви-то эти нападки-то не говорят. Нет. Им нужна кровь. Больше ничего не надо. Ибо всегда до скончания века на земле будут те люди, которые будут стремиться к борьбе за чистоту своих чувств, к истинному удовлетворению своей совести, правильно проходимой внутренней жизни, к истинному покаянию пред Богом. И вот их-то в сердцах врата ада не одолеют. Вот вешенную связь. Того дара спасительной благодати, который даровал миру Христос. И таким образом церковь сохранится до второго пришествия Христа в сердцах тех, кто будет хранить верность Духу Христову. Когда спасительная благодать есть, тогда есть и церковь. А когда ее нет, тогда нет и церкви. Хотя бы при этом и была церковная организация. Значит церковь это не церковная организация, а церковь это благодать Божия, которая и есть собственно предмет веры в церковь. Прелюбодея и прелюбодейцы называются люди верующие. Дружба с миром есть вражда против Бога. Вы посмотрите, вы же мирские люди совершенно. Они ничего не могут сказать для спасения души, ни смирения никакого нет. Почему? Это разрешено. Разрешено? Все так. Андрей Сахаров возвращается из ссылки. И журналисты со всех сторон. Я вижу, милиция стоит. Я остановился. Он говорит, сегодня можно. То есть Андрея Дмитриевича можно сегодня встречать. Ему разрешили. Можно, значит, ну тогда бросился, все. Едет Солженистин по стране. Это можно. Сегодня можно на встречу выйти. А завтра, вчера еще проклинали предателю, он и родине изменил. Это мне говорили. Кого вы издаете? Солженистин, посмотрите сейчас, как на него, сколько клеветы выливается уже на покойного. У них больше ничего нет. И те люди, которые носят в своих сердцах эту спасительную благодать и пребывают в церкви, являются членами тела Христова. Так вот, то, что периодически читали, это не человек сказал. Откуда взято? Православный катехезис. Пункт 252, или параграф. Как считаешь, это как будто бы новинка какая. Где церковь? Церковь, где Христос? Ну, земную организацию сделали, это церковь. Сегодня церковь, все секты себя называют. Но везде учат чему-то. Здесь ничему не учат. Пришел, и все на внешнем антураже. Сейчас крещение будет. На опь пойдут, колокола. Везут колокол специально на машине. Стоит кто-то, звенит детские басни. Никогда не было до появления, вот с Украины это понанесло, эту муть. Такие священники. Сейчас елки стоят. Заходишь перед церковью, третья во дворе стоит елка. Ну, неужели это Богу нужно-то? Ну, посмотрите, что с народом-то делается. Надо мироточение иконы какое-то, знамения. Совершенно неверующее. А что нужно? Мы проповедуем Христа распятого. Иудеи требуют чудес, им чудеса нужны. Елены ищут мудрость и все. Доктор богословия. Так что, богословие лечить надо? Как это пишут в виде анекдота уже. Бабушка одному подошла сказать, а ты знаешь, что Христос-то умер за нас-то? Баба, да ты с кем-то разговариваешь-то? Да я же богослов. Ничего. Бог и для ослов тоже это сказал. То есть, этим ослам-то тоже надо слушать ушастые. Развешивать на голову там куколи, ушастики. Бог-то в сердце, в ребрах, говорит, живет. Не в стропилах здания. Я не против храмов. Отнюдь нет. Ну, главное, это что? Дальше. Сейчас назад. Видите, где? Сейчас назад только поступило. Сергей Кузеванов. Я вытащил оттуда, увеличил в размере. Там слишком мелко. Как хорошо, что вы, Игнатий Тихонович, стали отвечать на вопрос сразу после прочтения его чтецом. А то так запутанно было, на что отвечаете. Теперь легче понимать. Благодарю вас. Хороший материал. С удовольствием смотрю каждый день данную тему. Она не менее интересна, чем скайп-беседы. А чем-то даже интереснее, так как за одну запись вы освещаете целый ряд вопросов от разных людей. Да и вы стали ближе теперь к обычным людям. Ну, вот Сергей Кузеванов, мы с ним никогда не встречались. Он один из старейших, самых старейших, которые на нашем форуме. Я попрошу, Сергей Кузеванов, пощаще заходи, смотри, а то потерял я вас, вижу, давно нету. Теперь у меня тема есть такая, кто такой Израиль и кто такие евреи для нас. И вот какие отзывы идут. Мистер Дивира. Непонятно, что, ну ладно. Нет, евреи или распространился терроризм? Видите, какие вопросы задают. Ну, евреям задайте, ко мне-то что? А я про евреев говорю, как к ним относиться? Благословлять надо всеми Авраам, а не проклинать. Почему проклятые? Потому что бей жидов, спасая Россию, это русская православная церковь уже поддерживала. Это фактически-то. Черносотенцы где-то, там Иоанн Кронштадтский среди них был. Восторгов Иоанн. Это уже, я говорю громко, сейчас будут контонации. Я буду говорить тихо, вы не услышите. Никого нет, я не распаляюсь, нигде не отвечаю. Дальше. Мурон. Читали ли вы Талмуд? Там пишет, что мы все гои, и что Иисус сын проститутки, и много всяких мерзостей. Видите что? Дальше. Исаим Мордыхаев. Вообще не верится. Лично я в шоке. Дай Бог счастья старцу. Вы эти как? Отношение какое? Дальше. Эмилий Август. Израиль чудо Божье на земле, но этот человек для меня тоже чудо или свидетельство Бога. Спасибо за вас и ваше служение, брат во Христе. Да, брат еще с большой буквы. Вот как относятся люди. Но не все такие, которые называют кодлой, кучу они сбились. Дальше. Рустам Рустамов. Израиль духовный, не мирской. А Израиль, который называется государством, не лучше исламистов, чисто бандитская страна. Бум. Да благословит его Господь во всех его начинаниях. Вот это уже ко мне пошло. Олег Белоногий. Минуту назад. Минуту назад. Смотрите. Прямо мы свежее и свежее даем. И поэтому, что мне пишут, никакой тайны в этом нет. Мне вчера одна женщина как раз написала. Я думала, что это как бы личное. Я даже покажу как. Ну, наверное, так и надо. Тогда пользу. Я говорю, пользу от этого? Что? Мне не пишите тайны. Я ненавистовую принимаю. Вы сами зашли ко мне. В интернету доверили. Ну, только я теперь разъясняю. Ну, раз мой форум-то открыт, там любой заходит. Там же открыто все. Зачем это делать? Тайны? Дальше. Олег Белоногий. По поводу монашества, священничества и осуждения. Вот тему, какую он избрал. Я беру только часть его. Он много написал. Ныне почти нет истинного благочестия, говорит уже святитель Тихон Задонский. За сто лет предсим. Ныне одно лицемерство. Лицемерство. Это все лицемеры нападают. Лицемеры. Убойся лицемерство. Во-первых, в себе самом, потом в других. Убойся именно потому, что оно в характере времени и способно заразить всякого при малейшем уклонении в легкомысленное поведение. Не подвязайся на показ человеком, но в тайне для твоего спасения предачами Бога. И очистится твое поведение от лицемерства. Не суждаем лицемерство. Почему лицемер тайно не молится? Запомните, он не молится. Ему надо в храм прийти, подойти к епископу. Тайно где-то он не будет молиться. Семь раз в день он не будет на молитву становиться. Вот они и сихазм. Что Дунаев сказал вчера, послушал. Да ты молись. Какое слово лишнее. Господи Иисусе христе не говорит со свиньей Божией. Ну какой Антони молился, как там Пахоми. Ну сердце-то почему не подсказывает? Молиться-то не умеете. У меня были близко знакомые, их три брата. И все они были благочинными. Это Александр Бурдин в Красноярском крае благочинный был. Ну я приехал к нему по вызову сделать печи для просворня. Я печник. Печник, я не теоретик. И вот он говорит, я ему поставил тогда, я не знаю, что-то листики какие-то. Или библию купил. И там была одна недалекая женщина вышла замуж. Ну я ее очень любил, когда она была девушкой. Я узнал, что она там. Шевченко Тоня Семеновна. Я говорю, отнесите ей. Ей будет полезно. Ну просто я все сохранил в сердце любовь к ней. Я еще не женатый был. И мы с ней знакомы были немножко-то. И она очень духовная такая. Но ушла к пятидесятникам. Православие ее ничем не могло удержать. И родители туда перешли. И он оттуда пришел, отец Александр, благочинный. Сейчас он в Схи, монах где-то. Вот. И все еще, говорит, Игнатий, я у них был. Он с отличием окончивший духовную академию, с красным дипломом там или как назвать. Как они молятся. Я никогда не видал. Как они молятся. Как будто Христос среди них. А он благочинный. Три брата и все благочинные. Второй, я не знаю, благочинный или нет. И дети там по этой. И он не видал этого никогда. Прошло уже сколько времени, когда две недели назад у них было и не может опомниться. Он увидел, как люди молятся. Вот вам что нужно. Хотя бы один раз побыть среди верующих. Когда я был в Сан-Франциско в Америке. То там архиепископ Сан-Франциский Антоний. Вот там Перекрестов, Петр были. Меня пригласили вниз, там где мощь шанхайского этого Иоанна. Канонизирована. И вот говорят, там просятся из патриархии такие люди. Вы кого из них знаете? Ну, который знал, сказал. Говорят, я с Аким больше знаю. Ну, как их узнать? Принимаем. Они оказывается такие. Прямо смотреть. Даже не знаю, что с ними делать теперь. Я говорю, очень просто. Они все из России. Ну, если в Америку едет, то может приехать по Теревку на три месяца. Через три месяца я вам дам полную характеристию. Вставать, обедать, работать. Очень быстро выявиться, кто он такой. Я знаю, как. Конкретно вот работа. Ко мне приезжают люди, мы с ними беседуем каждый день. Вот и все. Хотите узнать истинную, говорю? Рядом с храмом Христа Спасителя на Берсеневке, 200 метров там, отец Кирилл Сахаров, игумен. Патриархия московская. И он здесь был. Он записывал с утра до вечера на магитофон и рукой. Магитофон и рукой. Я видел только в жизни два таких. Он в союзе писателей. Это журналист был. Он 10 лет в комсомольской правде был. Макаров Сергей Сергеевич. Это настоящие журналисты. И они написали все. Как в каждом месте. Везде они видят Христа, служение Ему, развитие талантов. А это то, что он говорит, который ничего не видел. Дальше. Не осуждай ближних, предоставя суд над ними Богу, и очистится сердце твое от лицемерства. Преследуй лицемерство в себе, изгоняй его из себя. Уклонись от зараженных им масс, действующих и намеренно, и бессознательно в направлении его, прикрывающих служение миру, служение Богу. Искательство временных благ, искательство благ вечных. Прикрывающих личин и святости, порочной жизни душу. Всецело преданную страстям. Вот это что сегодня? Все это просто яма клачная, что в патриархию нанесло. И мы за то, чтобы трудиться, чтобы этой мерзости не было. Вот вся мерзость сейчас, опара, пена идет на запах ко мне. Вот это кодло везде собирается. Вот теперь оно идет. Ну кто это сказал? Так одно лицемерство. Уклоняюсь от них, мы от вас и уклоняемся. Отступление попущено Богом. Не покойтесь остановить его немощной рукой твоею. Устранись, охранись от него сам. И этого с тебя достаточно. Ознакомься с духом времени. Изучи его, чтобы по возможности избегнуть влияния его. Печатается по святитель Игнатию Брянчанинов. Полное собрание сочинений. Отечественник, том 6, глава 85. Другими словами, уважаемый Игнатий Тикныч, это попущено Богом, а не вина священников или монастырей. Ну это вывод-то какой. Время, так так нет, виновных нет, время. Вот вывод сделан неправильно. То есть Игнатий Брянчанинов уже тогда говорил. Монашество кончилось. Нету его. Остались актеры. А актеры ничего не сделают. Еще кто? Монакеша. Все просто. Два человека разговаривают на разных языках. Для Игнатия вера жизнь, а для священника образ жизни. Это там мы беседуем с одним священником, Михалевым Петром. И он на это сделался. И дальше. Светлана. Мысли лукавцы захватывают и не выпускают. Басни разночтения вместо внимания и изучения. Лапки неотразим. Вот видите как. Сейчас непонятно, о чем он говорит. А дальше понятно. Евгений Димов. Это сегодня утром. Хочу поделиться одной болгарской пословицей по вашей теме о еде мяса. Чтобы иметь здоровье как у быка, надо есть то, что есть бык, а не самого быка. Вот. Ну никогда не подумай, что люди могут сказать. Вот. Теперь дальше считаем. Вчера, которые были на нашем форуме. Считай. Екатерина Тинникова. Приветствую вас, Игнатий Тихонович. Вчера вечером получил от Антония Дулевича сообщение, которое содержится ниже. В сообщении присутствуют вопросы, на которые мне сложно ответить. Поэтому я хотел уточнить от вас некоторые вопросы, указанные в письме. То есть вчерашним я уже ответил, а полно через две недели батюшка приятно. Вот они сейчас нападают на это, что мы будем делать. Тут невозможно, что цитируют. Что он говорит? Здравствуй, сестра. На данный момент община подчиняется акту каноническому общению. Как она может подчиняться этому акту, если она сама не входит в РПЦЗ? Понятие какое. То есть, чтобы подчинять все Евангелия, я должен только теперь вернуться в первый век и там быть. Ну, кто разговаривает? С кем разговаривает? Это даже не детский разум. Это совершенно лишенный разума. Через дикции принадлежит эта самочинная община. Вот. Ну и что, что митрополит у них служит? Ипоминал митрополита Илариона. Боюсь, что для самого владыки Илариона это будет громадной новостью. Так как еще раз процитирую его ответ. Ну, дальше вы же считали об этом, потеряете. В данном случае митрополит Сергий поступил вопреки всем канонам и здравому смыслу. То есть они не судят никого. То есть сегодняшнего митрополита Иванникова, Алтайского, Барнаульского, он вот судит вопреки здравому мыслу. Вот этот щенок, как их называют Степаненко, щенки вокруг вас. И вот он считает, что правильно, все, и этот вопреки здравому смыслу, он каноны знает. Да кого ты судишь-то? Тот, который был неоднократно здесь, молился, а вот этот нет. Он не знает. Он ни при чем не останавливается. Это кодлое, я называю, бешеное. Лютые волчата подрастают. Так что, сестра, что доказать? Что община Лапкина не в расколе, тебе нужно указать лишь ту епархию и епископа, которую они подчиняют. То есть, без епископа нету ни спасения, ни Христа. Я отдельный ролик сегодня создам, показать, что говорил священник. Священник, который, ну, Григорий Петров, Антонио Митрополиту писал. Это, который написал вот этот Акафи, слава Богу, за все, в тюрьме, за несколько дней до расстрела. И он пишет Антонио Митрополиту, по всей вероятности, Храповицкому. Это еще в то время было. Как будто вчера писал. Да придет царствие твое. А сегодня царство Христа не строится. Строится царство попов и монахов. Они все на себя перетянули, но великий инквизитор. Мы разрешим грех и спасем всех. Ни настоящей исповеди нет, ни пятиемьи, ничего нет. И вот это, что сегодня делается в церкви, никакого отношения не имеет ни к канонам, ни к чему. Это новая организация на мирском основании. И понятно, откуда кого ставят, какие они есть. Ну, дальше понятно, что мы... Вот я сказал, что это мы ответим. Дальше. Наталья Драницына, город Каменогорск. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Понимаю, что у вас не так много времени, чтобы отвечать на мои вопросы. Но давно еще не могу пока найти такого человека, который бы ответил мне на них правильно. И думаю, что вы и есть тот человек. На вашем сайте прочитала, что церковь ваша принадлежит не к РПЦ, а к зарубежной. И если вам не трудно, напишите почему. Чем РПЦ отличается от православной церкви за границей? И еще меня очень беспокоит один вопрос. Церковь наша не такая, как в апостольские времена. Это невооруженную глазом видно. Я всегда старался не смотреть, что и как... Церковь. Церковь, не осуждать никого. Ведь я иду не в храм, не к людям, а к Богу. Но в последнее время я не знаю, что делать. Продолжать ли ходить в храм. А ведь другого у нас нет. Не все, кто же идти. Вот видите, какие люди. Город Каменогорск. Они сейчас бы ее... Если бы знали, где нашли бы, они ее сожрали сходу. Как ты можешь сомневаться, церковь такая? Отвечаем. Чем отличается? В отделе юстиции. Регистрация. Я прихожу. Матсюта Иван Егорыч этим отделом занимается. Очень такой ревностный, хороший человек. И он говорит, патриархийные опять были-то. Чтобы вас не зарегистрировали. Я говорю, а препятствий никаких нет. То есть это змеи. Не они, там, яговисты светили, яговы. Там все-все-все зарегистрированы. Им только мы нужны. Они никому не препятствуют. Потому что это, понятно, беззаконие. Но против нас, потому что мы внутри церкви. И показываем, что можно выйти. Светильник светит. Наша община одна такая. Я дальше начал по откровению это говорить. А по... Нет, вспомнил. Я не сказал, что в этих трех томах даются 297 комментарий. И полное толкование откровения вместе в одном. Блаженный Фефилак только до откровения толкует. И вот его спрашивают там, а чем отличается зарубежная церковь от этой? Он говорит, эти говорят и ничего не делают. У них ничего нет. А вот эти говорят, как написано в Библии у них, как написано по канону, они все делают как есть. Почему? Ну, а глава этой юстиции к нам приходил сюда. И завкафедры по теологии Волобоя Марина Маратовна. Этот пришел. Здесь они были. Он полковник был. Увидели. Кто бы к нам ни пришел, все до одного зазомбированы. У меня суд был один раз с коммунистами. Ну, и из прокуратуры послали женщину. Она говорит, а можно я, чтобы на месте расследовать, посмотреть, что там за обстановка, там вообще нет. Ну, почему это на нее говорят-то по лагерю? И она, ну, можно я сына с собой возьму? Можно. Ну, пацаны, я не знаю, 3-4 класс. И вот она пришла у нас на богослужение. После этого у нас в собрание. Она на собрании побыла. До этого говорила, а можно я поговорю с кем-то? Не я буду выбирать. А в общем, она увидела кого-то, я с ним поговорю. Когда кончилось, я подхожу, а что люди разойдутся, с кем? А что тут говорить-то? А у нее, оказывается, образование, два высших. Она там какой-то психологический факультет заканчивала в Санкт-Петербурге. Она сейчас не помню, могу неточность какую-то сказать. Да-да-да, одна большая семья. Я не успел сказать, она только одно сказала. Прокурора. И говорит, а вы моего ребенка возьмете в лагерь себе? Вот и все, зазомбировали, кончено дело. В другом месте тоже помощник прокурора приезжает. И те же самые слова. Моего ребенка возьмете в лагерь? Надо один раз увидеть. Вот они говорят, клевещут на детский лагерь. Приезжают профессора, живут. И, наконец, делают вывод. Движущая сила лагеря, тире, с большой буквы, любовь. А у меня система наказания физических. А какая там? Нет платочка, надо сбегать. Одежду забываясь за станом, нужно бежать вокруг лагеря. То есть, ну, везде определено. Но если наказал, материться, значит, на стол крапива проведи губами. То есть, исправление. Наркоман за месяц даже забыл, что он курил когда-то. И дальше она пишет, что отвечается чем? Вот чем отвечается. Вот, теперь. Следующее. Ходить или в храм? Ходить. Ходить, поступать по Евангелию. Занимать. Ни в какую секту идти не надо. Московская патриархия благодатная. Потому что сохранила рукоположение. Истина здесь есть, но служители у истины не истина поступают. Что они с Андреем Кураевым делают? Дальше. 23 года. Город Армавир. Кто? Владислав Деменюк. Здравствуйте, Игнатий. Хочу у вас еще спросить насчет Библии. В чем разница Библии с каноническими книгами? И Библии в синодальном переводе с неканоническими книгами. Какая Библия для изучения больше подходит? Ну, вы маленько как бы сказали не так. И каноническое, и с неканоническими книгами, это все синодальные. Но стихтанты от нее отрезали 11 книг. Если 11 книг, там Сирахов, Маковецкий, это не православное издание. Церковь никогда не издавала Библию, чтобы на 66. Никогда. А почему отбросили? Ну, почему отбросили, пусть они скажут. Но я знаю, почему отбросили. Потому что там есть слова, которые их обличают. Только причина такая. А дальше уже друг от друга научаются. Значит, полную Библию вы можете купить в любом храме. Я так думаю. Разные Библии. Андрей Курочкин, Москва. Ну, я пока дальше не буду говорить, то просто покажу. Никита, покажи его лицо. Никита, ты этого человека знаешь? Нет. Вот ты на него посмотри. У тебя какое к нему чувство сейчас? Ну, нормальное вполне. Нормальное. Потому что он будет задавать вопрос к тебе. Петя, мы не пропускаем вопросы. Все, что есть, выкладываем. Дальше, читай. Добрый день, Игнатий Тихонович. Меня волнует процесс остановления Никиты на путь истинный. Ну, давай, отвечай. Остановление на путь истинный? Ну, вот он сказал. Я не знаю ничего. Сегодня утро. Встали, мы помолились. И сразу начинается разговор. Отвечай, дорогой. Ну, как? Ты отвечай. Как его звать? Андрей. Ну, и говори. Андрей чей? Курочкин. Курочкин. У нас и тихий был Курочкин. То есть есть. Андрей, мой путь становления идет хорошо с помощью Божией. Но я еще в пути становления. Я еще полностью не закрепился. Нуждаюсь в наставлении, поддержке. Игнатия Тихоновича, братьев, Святой Библии. Так что становление идет у меня. Но я еще не считаю себя, сказать, самостоятельным человеком на своем пути. Так что прошу ваших молитв тоже, чтобы Господь меня разумил, укрепил и избавил меня от всяких, сказать, недоразумений, там, может, обид, худых мыслей. Ну, и исполни благодать у Духа Святого, чтобы я мог двигаться дальше. Такие вот дела. Аминь. Так тебе кто-то задавал такой вопрос, так открыто? Нет. Я тебя подготавливал к этому вопросу? Нет. И когда я тебе сейчас показал его голову, спросил, какое твое отношение, ты его первый раз видишь? Да. То есть я тебе о нем ни слова не говорил? Ни слова не говорили. Люди не понимают, они фальшивят, лживые и думают, мы тоже заранее подготовили, тут концерт какой-то ставим. Дальше. О, ну полезно. Ну, еще балуется. Я там положил, чтобы нельзя залазить. Уронил и календарь. Давай. Александр Рагель, город Минск. Город Минск. Игнатий Тихонович, мир вам Господа нашего Иисуса Христа. По вашему видео. Игнатий Беларуси, запреты священства и благословения. Вопросы. 7.1. Матфея. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Там продолжение еще. Ага. Всякий день пострамления мое предо мной и стыд покрывает лицо мое. От голоса, поносителя и клеветника, от зора врага и мстителя. Все это пришло на нас. Но мы не забыли тебя и не нарушили завета твоего. Мне отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути твоего, когда ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертную. Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наших Богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог? Седьмой. Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Игнатий Тихонович, это я не о вас. А это для вас. Пять. Тайны клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и над медного сердцем не потерплю. Максим Степаненко где-то прав. Устав? Ваши, как мечи обоюдоострые. И дай Бог, чтобы он оставался в его оружейной, и вы до конца пребывали под его началом. Вы опытный воин, но по состоянию здоровья, уже выполняя оточенные годами приемы, царапаете сослуживцев. Игнатий Тихонович, благослови вас Бог. Ну, знаете, я вернулся когда летом. Ну, и как всегда в университете, занятия возобновляются. И зашел к проректору, Семкин Борис Васильевич. Ну, там у меня знакомая работает, она главный редактор газеты их, называется Политех. Политех. Савалей Тамара. И она говорит, о, это самый умный у нас, говорит, из тех профессоров. Ну, большой университет, 21 тысяча студентов, кажется, из 18 стран. Данное-то может быть устарелое. Очень популярный. И он по учебной части. Ну, однажды мы поговорили, посидели с ним. И вот он говорит, тут, говорит, статья про вас вышла, собеседник такой журнал, кажется, к смене приложения. Про вас статья там. Я говорю, какая, прочитал, говорит, не пойму, то ли положительную, то ли отрицательную. Но Игнатий Тихонович, говорит, любая антиреклама, это есть реклама. А как-то со статья Быкова, писателя Быкова, вот он, Дмитрий Львович, он приезжал с Бурлаком, с фотографом, и написал статью. Она у меня, для слова Божия, нет уст, там это есть где-то. И вот он, как ехал, как был, как что. И он, говорит, не пойму, я почитал и правда. Первый раз, говорит, такой у меня, говорит, журналист, говорит, приехал, опытный, такой вот-вот. И все описал, и, говорит, не знаю, тут, говорит, вляпаешься в такое, что не вылезешь. Я не знаю, на какую сторону даже встать. И вот, это тоже, он как бы не знает. Что, ну, желает добро. Почему не указывает места, какие-то писания, ну, мы знаем, где это написано. Ладно, да благословить его, Господь. Михаил Тронин. Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Атеана 13.35. Не меняй статус, меняй себя. Город Благовещенск, республика Башкорстан. Башкортостан. Вот он. Видите, какие фотографии хорошие, кто-то сфотографировал его. Мир вам, Игнатий Тихонович. Вопрос такой, что вы знаете о предсказаниях появления святогорца? О том, что скоро будет война с Турцией. Константинополь вернется к грекам и так далее. Понимаете, вот это я знаю хорошо, это предсказание. Но никакого значения этому не придаю. Все свое время откроется. Поэтому пророчества, где говорится, не то, чтобы мы разгадывали их, а чтобы когда исполнится, увидели и сказали, да, силен Бог, и он знает. Я такое знаю. Поэтому никогда не интересует греки, интересуется Константинополь. Я был. И у меня, кажется, не было нигде на дороге такого страха, как в Стамбуле, когда мы ехали. Такое движение на разных эстакадах. Кажется, там пять рядов. Ужас один. У меня голова кругом пошла. Мы страсти не можем никак сойти. Но Турция нас приняла очень хорошо. Мы всю Турцию прошли. И как где ночевали, там все это в памяти сохранилось. В Турке как. Там русская мафия нас заблокировала при входе в Турцию. И дальше что было? И как мы молились? 12 часов стояли на Верхотуре. И вокруг все, напротив нас, прямо рядом-рядом, через стекло, это их полиция. И как эти турчанки нам помогали. И как, наконец, Бог разблокировал все это. Это, я бы уже говорил об этом. Так, еще. Видно, не все здесь. Сейчас увидим. Еще одна страница. Что тут такое? Кто это говорит? Амнос. Ну, если вот так будут писать, ну, я не знаю. Если ни фамилии, ни имя, я просто считать не буду. И фотографии, чтобы глаза не были закрыты очками. Я уже не один раз говорил, ничего нет. Я могу и не отвечать на это. Добрый вечер, Игнатий Тихонович. Вот, наконец, собрался, положил начало разбора вашего ролика. Надеюсь, вас не сильно утомит первый выпуск. Качество отвратительное. Да и оратор я плохой. Но общий смысл все равно, думаю, будет понятен. То есть он о себе говорит это сейчас. Я попробовал вот это вот, видите, не работает. Не работает. Запускаю где-то, такого нет. То есть я ничего не могу сказать. Ну, как-то сделайте это так, чтобы было видно. Ну, как-то зайдите в мой мир, там, скиньте. Я не могу это даже открыть, что такое. Но фотография, чтобы была. И фамилия, и имя по-русски открыты. Ну, вот это я считаю, что как бы и все. Показать еще надо. Вот наш Mail.ru. Вот он как выглядит. Посмотри. И вот то, что здесь выставляется, вот у нас идут. Вот скажи, сколько у нас здесь фотографий? 18 тысяч 380. Сколько видео? Видео 2124. Видите как? Это детский лагерь, посмотрите. Ну, и все такое. Это стихотворение сказал. Это вот недавно что было только. Это как раз вот ролик разбирает, который. Вот, пожалуйста. Эти, которые вокруг-то нас беснуются, но не посмотрели бы. Вот там они сказали. То есть они думают, нас раздавили или как-то. Повторяю, в московской патриархии мы никогда не будем, чтобы они успокоились. Это напрасно, как говорится, икру мечете. Она лягушатами будет съедена, то есть вашими последователями. Земля развезла уста и поглотила воду, которую дракон пустил. Это дракон против нас пускает воду. И земляные люди, они поддерживают этих, как я их называю, патриарших кодла. И уже через год даже не вспомянется. Уже летние события все затмят. Вы будете искать пятый угол бегать. Как все. Вот что может Бог сделать. Я не пророчество, я просто говорю. Займитесь своей душою. Но вам нас никогда не взять, потому что вы нам не враги. Враги нам лучшие друзья. Мы каждый день молимся о всех, которые нападают. Я их не знаю даже. Я знаю. Сон легион. Дальше что мы показываем. Вот какой наш видеоканал. Смотрите, чтобы вам легко было найти. Что это на этом видеоканале? Сколько подписчиков? Две тысячи шестьсот тридцать два. Ну понятно. Просмотров. Просмотров один миллион семьсот сорок девять тысяч девятьсот. Ну я один раз хотя бы показал. Вчера показали где-то. Вот идут как здесь разные плейлисты. Вот где-то что это? Беседа по скайпу. А это? Житие святых на каждый день. Вот сейчас ставят житие святых. Тут один человек обрабатывает. Я даже не знал его. Видите как? Не знал его намерение это делать. А где он берет что? А внизу прочитают, например. 20 декабря. Житие святого отца нашего Амвросия. Епископом Медиаламской. И дальше? 178 просмотров три дня назад. А вот что-то посередке две строчки пропускаешь. Иначе Лапкин. Православный проповедник и миссионер. И везде это пишут. Почему? То есть на сайте у нас есть сайт. Вот я покажу его сейчас. Здесь насчитано мною 50 книг. И тут 12 томов Златоуста, 12 томов Жития святых. И отсюда берут. Главное, вот зарядите по свете Библии. И внизу православный и библейский сайт. Когда мы так написали, ну, надо говорить, вот ассектанты только библейские. Православный и библейский это несовместимое. Вот партия великодержавников. Заместитель губернатора, я у него нахожусь в кабинете. Он говорит, а вы знаете, и показывает там их материалы, выпускает какие. Я говорю, так вы что, уверовали? Так я верующий. А как? Главный лозунг какой? Мы за православие, но против христианства. Ну, еще непонятно, что христианство первых веков и сегодняшнее, это совершенно разное. Мы как-то одно время, я говорю, присутствие людей тут разбирали 28 глав деяния апостолов, и практически ничего нету из того, что у нас сегодня есть. Не только нету, а прямо враждебно тому. И вот здесь нажать видеоканал. Видишь на видеоканал. Вот православный форум. Вот я сейчас нажму, смотри, куда выскочит. Вот куда, первая страница. Вот православный форум. Вот оно идет. Вот как идти. Дальше все эти данные. Дальше что нужно? Вот перейти на форум. Я нажал. Вот перешли на форум. Нажал. А вот здесь написано новое сообщение. Вот новое сообщение нажал, и вы вышли как раз на свои вопросы. Очень просто. Найти что-то. Вот общий поиск. Вот справа. Видно, нет? Да. Шевелю. Вот это нажать. И тут общий поиск. Вот я нажал только ее. Вот, заряжайте. Что нужно? Ну-ка, напиши чип. Допустим, люди спрашивают про чип. Вот я теперь говорю, найти. Вот оно. Признаки пришествия Антихриста, чипы, глобализация. Открываем. Вот Даниил Сысоев сказал, что об ИНН пластиковых документов, Иларион Алфеев, ну то есть Патриарха, Паспортах, Осипов, Дмитрий Смирнов. То есть это огромный-огромный материал. И таких тем 1580. И какая тут, сколько страниц у него в этой теме-то? Что-то я не... Видишь, как все это... Ответы какие. По слову Божию, по канонам. Сколько здесь? 12 страниц. Это одна страница только. Чтобы показать, что означает одна страница... Телефон звонит. Нет, нет, мобильный. Ну я не буду брать, я знаю, кто звонит. Она дает знать, чтобы... Что у нее есть. Капустина, старшая сестра. Поэтому мы 5 секунд успеваем. Ну ладно, открою. Что-то может важно. Говори. Ну с миром, что? Да я знаю. Мы вчера были у болящей людьми в одной больнице. На другом конце города Галина Васильевна Немцова лежит. Она прям вся, у нее такие гематомы страшные. А Люда прям белая, как полотно. Я говорю, ты выйди, ты маленько отстранись от домашних. А ее врачей на голову показывают. Дескать, переживания там что. Ну сама знаешь, в семье как. Мы там побыли. Ну, Таня Муха нас возила. Вернулись. Все. А у меня, кстати, везде, везде не локала. Кто? А я с Вами. Ну вот тебе на. Ну ладно, все, да? Да, да, да. Благодарю с Богом. Такая сестра старшая. Вот смотрите, вот первая статья. Но она тут, к сожалению, это видео недоступно. Ну меняет иногда. Даша, профессор Осипов что говорит. Вот дальше я по порядку веду. Дответ. Слово Божие. Тут разные, разные, разные. Смотрите, вот сколько, это только одна страница. Вот смотрите, сколько. Ответы идут. Ответы. Одна страница. Ну просто зайдите на наш форум. Форум, вот он где. Вот она где сейчас. Ну теперь дальше я хотел сказать еще. Тут интересно, тут очень много. Поступило вчера новое сообщение. Читай. В Барнауле вручена православная литературная премия имени святителя Макария. Источник 17 декабря 2015 года. Информация где взята? Алтайская правда. Алтайская правда. Это наша краевая губернская газета. Это митрополит Сергий, на который сейчас нападает эта кодлота. Да, прямо рвут его. И он как-то мы разговаривали по телефону. Говорит, такое впечатление, что они вас убить хотят. С ним прекрасные отношения. Им надо разрушить. И это к этому нас Христос призывал. Какие-то Петровы там идут где-то. В глаза его не видал. Что они за такие? Я только знаю, что это часто причащаются. Это те, которые часто причащаются, они сумасшедшие. Они бесноватые. Почему? Недостойно. Рот разинул, схватил и побежал на грех. И вот рядом стоит что? Адрес новости. Вот тут написано о какие. И заметьте, какого числа? 17-го. Ну, дальше считаем. 16 декабря в Алтайской краевой библиотеке имени Шишкова состоялась торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов православной литературной премии имени святителя Макария митрополита Алтайского. Как сообщили представители библиотеки, победители выбрали в трех номинациях. Более половины работ поступило на конкурс в последние дни, отведенный для приема заявок. В итоге члены жилья изучили 135 произведений, из которых 26 номинаций проза, 95 номинаций поэзия и 14 номинаций православное краеведение. Я для чего это показываю? Что кого наградил первая, видимо, премия на трех рисунках, это член нашей общины. Три дня назад, они сейчас на это будут нападать, Илюшка Устинов. Но он учится на политолога, там, в университете Алтайском, государственном университете. Открывая церемонию, митрополит Барнаульский Алтайский Сергий отметил, что результаты конкурса превзошли все ожидания. Чем живет и дышит человек? Любовью к Богу, к семье, к земле родной. Вот этим и живите, которые нападают любовью. А какая любовь, когда вы дерете, ну, я Бога благодарю за это. И многие люди начинают смотреть, видеть, потому что эти люди тоже нужны для чего-то у Бога. И сатана нужен для чего-то, чтобы бороться было. Говорят, с кем? Думаю, что на будущий год мы данное начинание не только продолжим, но и придадим ему несколько другой статус. Из межрегионального литературный конкурс имени святителя Макария станет международным, отметил он. Члены жюри пожелали отметить несколько участников специальными призами. Юный автор Антонина Тарновецкая получила памятный подарок от журнала «Бийский вестник» за историческую пьесу, жанры драматургии. Тут много что. Лауреаты, дипломанты. И вот на всех фотографиях только член нашей общины. Там же много их было. Ну, почему именно с ним опять же? Вот какая грамота на руках. Илюша Устинов. Лауреаты, дипломанты конкурса. Вот в прозе, которые были в прозе, тут показывается. В номинации «Поэзия». Поэзия. Вот сколько было столько. Дальше. В номинации другой какой-то. Тут еще что-то есть. Вот. И где? Вот он внизу. Устинов. Устинов Илья Витальевич. Город Барнаул. Дипломант. Четыре фотографии. И четыре. Ну, я не знаю, кто поставил так специально или что. Вот. Ну, тут еще кто-то здесь. Вот. Тепляков Сергей Александрович. Его много статей. Он под именем Тепляков и там, Кочевников. Для слова Божия нет уз. Я его очень хорошо знаю. Он в Потеряевке неоднократно был. Исключительно смелый человек. С коммунистами вел борьбу еще при коммунистах. Это вообще удивительно. Это. Тоже здесь написал там Напареона книгу. Вот последние какие наши известия. Что мы здесь получили. К чему призываем. Это все видно здесь. Вот. Ну, это ничего нету. Еще раз так и глянуть. Вот. А на нашем пришли. Как будто бы подобрали все. Видите. Я знать не знаю. Но одно дело у меня там начитано. А другое дело вот так. Оформляют. Свещают. Фотографии приближаются. Вообще-то. Ну, здорово. Видите. Находятся люди. Которые разбираются в этом. И сейчас жития будут ставить. И у меня появится новых роликов. Ни два, ни три. А тысячу сто семьдесят три. Ну, я знаю. Жития начитывал. Симфонию составлял и прочее. Успокойтесь. Которая нападает-то. Ну, займитесь. Посмотрите. Святые-то к чему нас призывали. Если вы так понимаете. А святых-то вот она. Это пошел. Жития святых на каждый день. Видишь, какой плейлист какой избрали. Но в каждом будет написано вот это вот. Что тут? Две строчки. Игнатий Лапкин. Православный проповедник-миссионер. Не лже-миссионер, не лже-проповедник. Ну, вы сказали там один раз. А тысячу сто семьдесят три будет написано. И на что Бог будет смотреть? На плоды. У вас я не знаю. Ничего нигде нету. Меня не будет. И все, говорится, сдохла собака. Вы зависнете. У вас ничего нету. Зависти не надо забирать. Завидуют. По зависти предали Иосифа. По зависти Христа распяли. И вот они вокруг моей колокольни визжат, бегают. Зачем им это? Вот у меня конкретно. Нашелся человек и начал сейчас выставлять. Нужно это православным? Вы сами решите, нужно или не нужно. Вот они все разные, разные святые. Кто это такое? Декабря, да сперва, память святых апостолов Сосфена, Аполлоса. А это вот это кто? 22 декабря, память преподобного Сафрония. А это? Память игумены Фомы Дефуркина. Дефуркина. А вот это? Святитель Николай Чудотворца, 19 декабря. 18 декабря, житие Савы Освященного. Тут дальше. Житие страдания святой великомученицы Екатерины, наверное, я так понял. Ну это может Екатерина. Варвары, Варвары. Варвары. Ну вот и все на этом. Я думаю, сегодня пока хватит, чтобы не переборщить. Каждый день мы выставляем. Выходите, спрашивайте, советуйтесь, обличайте, наставляйте. Но только делайте это с тем, что все это на суде Божьем выйдет. Ко мне под язык залазить не надо. Я отвечаю, как я могу. Для всех еще раз повторяю. У меня нет никакого, то что вы называете там духовное образование. Нет, я учился у ног Христа вместе с Марией. И учился ни худо, ни бедно. 53 года. Каждый день. Слово Божие, святые отцы, каноны, церковные, жития святых. Вот конкретно плоды. Вы покажите, что у вас будет. Покажи, говорит, веру твою, без дел твоих. А я покажу из дел моих. Вот с кем я. Почему я православный? Ну, сектанты не будут жития святых насчитывать, златоуста. Вот лучшие доказательства, что мы православные. И мы всегда общенно образованы в лоне. То есть самостоятельно здесь никому. Потом были мы, заявления подали, приняли нас в русскую православную зарубежную церковь. Церковь ее называлась свободная. Свободная коммунистического ига. Я им вопросы могу задать. В советское время все до одного епископа ставили через Политбюро. Через Совет по делам религии. Седьмой Вселенский Собор, третье правило, делает их всех недействительными. Вот этим займитесь. А я их признаю. Вопреки канонам признаю их епископами. Они извержены с участием мирской власти. Шемодан денег каждому обошлось, может быть. Все на этом. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Никотец, что ты не сказал, что на работу приняли-то? Кто-то тебя спрашивал-то там? А вот. Так не то спрашивали. Духовный рост спрашивал. А, духовно. Ну ладно, ну правильно тогда. Все, с Богом. Укажите я святых.